Вот смотрите, какие у нас появились здесь объявления на станции заправочной. Вот сейчас вроде пока еще есть. Вот видите, не все есть. Всем привет, друзья. Я снова возвратилась, вы заметили, к ценам на бензин и к тому, есть ли бензин в Англии или нет бензина. Имеется в виду топливо. Вообще, не только бензин, но и дизельное топливо. Так вот, показала вам заправку в Теска. Я уже езжу, наверное, неделю и вижу вот этот вот стендик. Там он так очень написан нерезко. Я его не видела, мне пришлось даже заехать на заправку. Хотя у меня бензин на полный бак. Когда вот началась вот эта вся история, я себе полный бак. Я никогда не позволяла себе заполнять сразу полный бак. А тут я заполнила полный бак. Ну вот сейчас у меня, наверное, где-то половина. И пока меня устраивает. Я жду, когда уже совсем мой бак будет почти пустым. Тогда заправляюсь. Так вот, я что хочу сказать. Я решила вам показать. Видите, написано, что иногда не бывает топлива. Вот стоит вот такой вот стендик перед заправкой. И я решила, думаю, покажу. Я включила, вот там такая желтая, вы видели, уже на этой машине для подачи бензина. Там написано, колонка. Там написано, сори. Но вот на одном, самом дорогом, кстати, как ни странно, бензин закончился. И я посмотрела второй тоже. Вторая колонка. Там уже не было бензина и не было дизельного. Вот такие вот стояли желтенькие предупреждения. То есть перебои с бензином. Но еще интересно то, вы знаете, я вот последнее там видео уже сняла вам так почти скрытой камерой. То, что тут же, когда увидели, что я снимаю, там из окошечка увидели обслуживающий персонал, что я снимаю здесь и фотографирую. Вот женщина вышла и попросила меня уйти, что фотографировать не надо, нежелательно. Интересная довольно-таки история для меня. Честно говоря, никогда таких запретов я не встречала. Ну вот не хотят, чтобы, наверное, панику тут распространяли. Тем не менее, вот когда у меня спрашивали почти месяц назад, что происходит у вас там с бензином, перебои, мы слышали. Я сказала, что ничего подобного у нас там в острове нет. И на самом деле не было. Вот только сейчас вот такая вот история проявилась. И здесь еще для меня странно то, что я поверила Евгению Чичваркину. Вы знаете, это наш бизнесмен, бывший российский, москвич, который эмигрировал сюда и живет в Лондоне уже с 2010 года. Имеет здесь свой небольшой бизнес по продаже вина. И я думала, раз он бизнесмен, то он, конечно, все знает лучше меня. И он тогда журналистам объяснил, что якобы случилась такая история, что люди стали переживать и волноваться, потому что БиПи там закрыла несколько заправок, потому что у них не хватало водителей для доставки топлива на заправке. И вот якобы из-за этого начались кое-где перебои, и начал сажа, ажиотаж и паника. А на самом деле бензина завались, и никаких проблем. Я ему поверила, поэтому так и вам сказала, друзья. Это было 4 октября 2021 года, его такое видео, когда он это рассказывал. Но сейчас уже, вы знаете, я специально заехала, когда увидела, что же там такое. И меня, так знаете, неприятно удивила эта история. На самом деле перебои с топливом. Ну и еще по поводу газа, наверняка тут тоже задают вопросы. Я сказала уже однажды, что цены на газ, тарифы на газ поднялись, и довольно сильно поднялись, но не сказала, как это происходило. Вот тарифы на газ для населения, я имею в виду, я не знаю, но, наверное, для предприятий тоже. В общем, эти тарифы, они у нас возросли еще в начале лета, довольно давно. Тут обычно оповещают, вот прислали всем вот такие вот оповещения, письма. У меня контракт с компанией British Gas, и они мне тоже прислали оповещение о том, что тарифы на газ будут подниматься в следующем году. И вы знаете, что я, честно говоря, не помню, насколько поднялись тарифы на газ, но на самом деле они поднялись. Ну вообще, эта история такая, что здесь тарифы потихонечку тоже поднимаются, точно так же, в общем-то, как любые цены, и на продукты поднимаются цены. Ну вы в курсе, это же везде сейчас, по всему миру идет такая вот тенденция о том, что цены поднимаются на все. Второе, то, что я хочу вам рассказать, друзья, это рассказать о своем новом отоплении. Может быть, тут как раз и в тему, да, вот цены на газ поднялись, а я вот себе поставила бойлер газовый, чтобы отапливать свое помещение, свою квартиру. Ну, у меня вот спрашивают те, кто давно на моем канале, девочки, расскажу. Это просто фантастика. Во-первых, очень хорошо работает бойлер, сразу же нагреваются все батареи, только включаю, сразу все идет. Вот сейчас немножко покажу вам, да. Ну вот, смотрите, друзья, вот это вот мой бойлер новый, вот такой. Ничего я здесь еще не зашила, все как было, так и есть, приостановлена вся моя история. Вот так вот выглядит. Но это считается как газовая колонка, да, такой газовый обогреватель. Здесь в Англии он называется бойлер, может быть, кто-то даже и не понимал, о чем речь идет. Вот я и показываю. Обычно используется для, как здесь называется, централ хитинг. Вроде бы как он не централ, но тем не менее. Вот такой вот бойлер, если есть установлен у людей в квартире, то называется централ хитинг. Так, пользоваться очень просто. Вот, смотрите, ну вот здесь вообще ничего нет. Не знаю, для чего это. Говорят, что это для обслуживания. Не для меня, а для мастеров, которые будут обслуживать в дальнейшем. У этого бойлера на 10 лет гарантия. Ну и все очень легко. Вот видите, здесь краник показана вода. Минимально-максимально вы можете поворачивать вот эту вот стрелочку. Вот он сразу включился. Здесь показывается температура. Я ставлю, допустим, на 45, мне хватает. Вот, можно поставить на максимум до 100 градусов вода нагревается. И здесь вот отопление. Видите, показан радиатор. Точно так же у меня поставлен на минимум сейчас. Если вы желаете включить вот этот вот, вот эта стрелка здесь включается. Либо вы выключаете бойлер совсем, либо вот как у меня сейчас он стоит на горячей воде. Либо, если вы желаете, вы переключаете на воду и на отопление сразу. Вот. Вот в таком положении. И у вас загорается. Реди вода и ради отопление. Вот так. Видите? Но мне сейчас не надо. Да, у меня достаточно тепло. Регулируется включение-выключение и температура у бойлера еще вот таким вот таймером. Вот он. Отдельный, электрический. Вот, смотрите. Включаете. Вот. И у вас показано. Вот у меня, например, 21 большими цифрами. Это температура воздуха в квартире сейчас. А вот здесь вот 21, видите, маленькая. Сейчас опять включу вам свет. Вот. Тоже 21. Это я поставила 21 градус, чтобы до такой температуры нагревалось, если я включаю бойлер. Когда температура достигает 21, 21, он автоматически выключается. Температуру вот можно поднять или опустить. Вот здесь плюсы, минусы. И внизу меню вы можете поставить мануально, как у меня сейчас стоит. Я сама регулирую. А можно поставить на авто. Если вы ставите на авто, вы должны тоже здесь, ну, все показать, как, в какое время вы хотите, чтобы включалось и в какое время выключалось. Тоже довольно-таки умная такая машинка. Ну, и, конечно же, вот эти мои огромные радиаторы. Вы знаете, они очень хорошо обогревают. Вот здесь вот у них есть тоже вот такие вот регуляторы. Видите, можно ставить на минимум или на максимум нагрев этого радиатора. Вот у меня они все стоят на максимуме, на пятерочке. Я уже их не кручу совсем. Можно выключить в какой-то комнате один из радиаторов вот этим вот регулятором. И тогда у вас будет греться везде, но не будет греться в той комнате, где, ну, понимаете, где выключено. Наверняка все это тоже сейчас существует. Может быть, кто-то даже пользуется подобным. Но так как меня просили рассказать про мое новое отопление, что у меня там происходит и как, я вам, друзья, сняла небольшой вот сюжетик такой именно об этом. И еще одна моя новость, друзья, о которой я вам не рассказывала. Тут вдруг неожиданно я практически нашла себе работу. Ну, расскажу вам немножко поподробнее, как это получилось. Я пока еще не решила сказать по правде. Но вот странно то, что работа нашлась, когда я ее не искала. Я, вы знаете, очень долгое время вам рассказывала, как я бегала везде, искала себе работу, когда я была безработная, стояла на бирже труда. Здесь тоже такая есть. Джоб-центр называется, как у нас, бюро по трудоустройству. Я там, наверное, больше трех лет находилась на учете и нужно было отчитываться постоянно. Но еще самое интересное, что я действительно серьезным образом искала себе работу тогда. Может быть, я неправильно заполнила анкету, слишком, знаете, много требований. Может быть, то, что я показала, что у меня два университета. В общем, я не знаю, что мне тогда помешало, но тогда работу я практически найти не смогла. А вот этот единственный отель, кто желает, тоже вам покажу. Сейчас сверху всплывет видео, посмотрите, как я работала в отеле, но там очень трудно, невыносимо трудно для меня. Бегать было по ступенькам, по лестницам. В общем, если желаете, можете посмотреть. Хотя отель неплохой в самом центре Шанклина. Чисто английский отель. Так вот, как все получилось. Получилось все случайно. Мы договорились с одной из моих знакомых давнишних, с которой я познакомилась в колледже, когда я была на курсах иностранный язык, английский язык для иностранцев. Вот. И, значит, решили мы встретиться, посидеть, попить кофе. Давно не виделись, поговорить о новостях. Вот. И, значит, в разговоре я спрашиваю женщину, не буду я говорить ее имя, потому что она как-то не очень желает. Но если человек не хочет, то и не буду. Я просто рассказываю как бы в общем, да. И я спрашиваю этой женщины, ну, расскажи мне, ты где работаешь? Здесь обычно русскоязычные люди из бывшего СССР, они, конечно, работают вот на таких вот низкооплачиваемых работах, как то горничная в отеле, где-то что-то убирают в офисах. Кстати, самая лучшая считается работа. И, конечно же, в доме престарелых следят, ухаживают за больными. Если сдают потом, получают сертификат какой-то медицинский небольшой, то тогда уже как медсестрички могут работать. Ну, вот. И эта женщина, она работала в доме престарелых. Я как-то об этом знала. Знала, что она получает где-то полторы тысячи фунтов в месяц. Ну, замечательно, прекрасно. А тут мы что-то стали разговаривать о ее работе. Она говорит, ой, ты знаешь, вот эта вот, конечно, женщина, за которой я ухаживаю, это просто кошмар. Какая у человека получилась судьба ужасная. И она мне подробно рассказывает про эту парализованную женщину, которой чуть больше 60 лет. И которая 20 лет уже лежит без движения, парализованная. И она даже не может разговаривать. Она показывает у нее специальные записочки такие на бумаге. И то, что ей надо, она показывает записочку. И вот так вот общается. Ну, или пишет уже. Так вот, можете себе представить, что случилось с этой женщиной. Там все, конечно, знают на работе. Вот у моей знакомой, где она работает, они уже, конечно, эту женщину знают. 20 лет за ней ухаживают. Она пострадала от своего ревнивца-мужа. Ужасное, конечно, дело. Вот я-то с таким, конечно, столкнулась первый раз, чтобы вот так вот. Он избил свою жену. Этот муж англичанин, пара английская. Вот когда ей было где-то около 40 лет, почти 40, он ее жестоко избил после того, как застал с каким-то мужчиной. Ну, вот как бы она то ли флиртовала, то ли было что-то более серьезное. И он ее избил до полусмерти. Вот видите так, что она осталась парализована. И уже 20 лет она лежит. Ну, в общем, практически никакая. И говорят вот уже, что может быть лучше было бы, наверное, если бы он ее насмерть убил, чем вот так вот мучиться и лежать. Не знаю, опять очень сложный вопрос. Каждый решает сам для себя. Ну, вот то, что мне рассказали, я вам и говорю. Так вот, эта женщина, так как она считается криминально пострадавшая, значит, ей выплачивает полностью государство, обеспечивает уход. Все это ей бесплатно, все лекарства, все вот эти вот сиделочки. У нее 24 часа в сутки, 7 дней в неделю за ней постоянно осуществляется уход. Ну, вы знаете, это судьба этой бедной женщины меня, конечно, потрясла. И дальше за разговором оказалось, что вот в это вот агентство, в котором работает моя знакомая, требуются постоянно руки, требуются постоянно люди, которые неравнодушны вот к таким вот больным или к престарелым, или еще к каким-то. В общем, вы знаете, мне дала моя знакомая телефончик, я тут же позвонила, договорились мы о встрече. Я вчера ходила, общалась там с ними, разговаривала. Центр находится в райде. И, значит, оказалось, что они меня с удовольствием возьмут настолько, насколько мне удобно. У них получается оплата 9,50 в час. И я могу сама себе выбрать. Они мне дают несколько пациентов, которые у них на сегодняшний день есть, чтобы за ними ухаживать. И я могу сама выбрать. Это даже, вы знаете, для меня вот дали такую возможность выбрать, потому что я сама езжу на машине. Они спросили, вы умеете ли водить, есть ли у вас машина. Я сказала, что да, есть. И они были очень этому рады, сказали, что у нас в основном женщины все без автомобилей. Если у вас есть автомобиль, то мы вам вот на выбор даем несколько вот таких вот пациентов. Ну, не знаю, друзья, я что-то как-то пока еще до конца не решила и свой ответ не дала. Стоит или не стоит мне с такой работой связываться. Конечно же, бывают разные там пациенты, клиенты, так сказать, со которыми нужен уход. Если это какие-то очень пожилые, может быть, даже с болезнью Альтгеймера, то может статься так, что очень трудно. В общем, пока еще, друзья, не знаю. Сказать по правде, я уже не собиралась работать. В мои-то годы, как говорится, пенсионные. Вот, но я решила, может быть, и стоит, вот, потому что у меня уже уходит английский. Совершенно мало общения с англичанами непосредственно. Я уже перешла только на русскоговорящих знакомых. Ну, и не потому, что я вот так вот закрываюсь от них, от англичан. Мне, кстати, вот последнее мое видео вызвало много вопросов именно на ту тему. А есть ли у меня тут вот такие вот душевные разговоры с англичанками? А есть ли у меня вот такие вот душевные подруги английские? Друзья, я поясню для тех, кто, может быть, все равно до конца не понимает. Во-первых, какие могут быть душевные подруги английские, если я уже в таком возрасте приехала довольно зрелым и со своим менталитетом, со своей жизнью. Ну, вот, и у них это все совершенно другое. Тут даже со своими-то земляками очень трудно в таком возрасте сойтись и говорить какие-то на какие-то душевные темы. Ну, а с англичанками уж совсем. И если даже тут есть такие женщины замечательные, с которыми я тут была как-то раньше общалась, то есть вы же, друзья, должны понять, что... Ну, вот вы представьте, если кто-то изучал какой-то иностранный язык в школе, да, потом вы им совершенно не пользовались. Как вы можете вот сейчас, допустим, кто-то изучал, ну, может быть, тот же самый английский язык, ну, так, и вы приехали в страну с английским языком, и прямо вы такие ведете теперь душевные беседы на всякие темы, вот, на английском языке. Тут, знаете, на русском-то и то иногда слова забываешь, не можешь мысль выразить свою, а уж на английском, на том английском уровень, которого сейчас есть у меня, ну, не могу я вести душевные беседы. Да и потом, понимаете, еще раз я повторяю, это не только моя мысль, это не только мое суждение, это все говорят. Вот и Валентина из коммуналки, которая вышла замуж за богатого англичанина, есть у меня сюжет, посмотрите, кто не видел. Она тоже говорит, что с соседями она даже, она не общается, она даже не знает своих английских соседей, потому что здесь это не принято, не принято, не принято лезть друг к другу в душу, не принято общаться вот так вот по-соседски, как бывает у нас, запросто пришел за солью на целый час остановился с разговором, здесь такого не бывает, пожалуйста, поймите, друзья. Ну и потом я тоже вам, по-моему, говорила, что мне уже трудно, я нахожусь в напряжении при общении с англичанами, мне постоянно приходится придумывать слова, и вот такой вот душевной беседы спокойной, когда ты расслабляешься, когда ты получаешь удовольствие от разговора, у меня не получится с английским языком, поэтому я, например, сейчас я сама просто устранилась и с англичанами не общаюсь. Бывает вот мне иногда кто-нибудь позвонит из англичанок, пригласит меня куда-то на чашку кофе, я вот пару раз ходила, встречалась с Дафной, но беседа эта мне не приносила никакого удовольствия, сплошной стресс и сплошные расстройства, что я не могу выразить свою мысль, я даже начинаю нервничать по этому поводу, и зачем оно мне надо. Вот может быть единственный сейчас у меня остался человек английский, с которым я общаюсь, это Мартин. Но это уже совсем другая история. Вот такое сегодня у меня видео для вас, друзья. Я надеюсь, что вы дослушали до конца, и вам понравилась такая моя болтушка. А на этом я сегодня с вами прощаюсь. Всего вам доброго, друзья, желаю. Пожалуйста, берегите себя, не забывайте гулять, не забывайте быть на позитиве. Всего всем доброго, пока-пока.